Привет спортсменам и болезням! Надеюсь, ваша спортивная неделя была насыщенной. Если же вы пропустили то или иное состязание, не знаете, какой счет был в матче любимой команды, вам сюда. Это программа «Дополнительное время» — еженедельный дайджест спортивных событий закрытого города. Готовы? Тогда на старт! Внимание! Воспитанники «Дюшикар» приняли участие в первенстве России по лёгкой атлетике среди юношей и девушек до 18 лет. Соревнования состоялись в начале февраля в Волгограде. В составе сборной команды Нижегородской области наши спортсмены показали отличную подготовку. Мария Девяткина заняла 4 место на дистанции 400 метров и 5 место в эстафете. Евгения Иришева стала 9 в беге на 400 метров и 5 в эстафете. Павел Жарков разместился на 14 месте в прыжках в длину и в тройном прыжке. 12 февраля в Шатках состоялись зональные соревнования «Юные авиаторы». В состязаниях успешно выступили воспитанники Ирины Захаровой и Александра Егорова из Дворца детского творчества. Два третьих места в основном зачёте и в планерах занял Кирилл Шанин. Третье в своей возрастной группе стал Максим Крамсаев. Вторыми ставы Фёдора Калинина и Олега Каратаева и Леонида Юртаева. Среди семейных команд Лев и Вячеслав Сухоруковы долетели до третьего места. Иван и Виктор Капустины стали вторыми, а Матвей Семёнов и Сергей Никулин показали абсолютно лучший результат. 8 февраля в Дежинске завершился Кубок Нижегородской области по плаванию. Воспитанник «Дюшикар» Павел Клюшников выполнил первый спортивный разряд по плаванию. Тренируется спортсмен у Евгения Чувашлева. 9 февраля Саровская любительская хоккейная команда провела на выезде предпоследний тур чемпионата Нижегородской области в высшей лиге. На этот раз соперниками стали Сокольские Медведи. Начав разбираться с первых же минут матча, саровчане полностью завладели инициативой. Дебютный период завершился со счётом 3-9 в пользу гостей площадки. Во втором игровом отрезке наша команда забила 5 безответных шайб, в третьем ещё 6. Итог поединка 3-20. Последний тур регулярного чемпионата перед началом плей-офф ХК «Саров Инвест» проведёт дома. В субботу, 16 февраля, саровские хоккеисты скрестят Клюшки в Ледовом дворце с городецким «Спартаком». Начало игры в 13 часов. Федерация лыжных гонок России объявила состав сборной для выступления в австрийском Зеефельде, где с 19 февраля по 3 марта пройдёт чемпионат мира по лыжным видам спорта. В число 24 спортсменов вошли уроженка Сарова Анастасия Седова и Артём Мальцев. Для Артёма это будет дебют, для Насти уже второй чемпионат мира. В 2017 году Саровчанка отстаивала цвета российского флага в финском «Лахте», где лучшим результатом для неё стало 5-е место в эстафете. 9 февраля на лыжной базе состоялся самый массовый лыжный праздник в году – «Лыжня России-2019». В гущу событий погружалась Елена Грицкова. Шумные гурьбой школьники, не торопясь, шли к линии старта. Для кого-то это был первый опыт спортивных соревнований, другие уверенно стояли на лыжах. У нас всегда с утра начинают лыжную гонку детские сады. Самая отзывчивая, самая улыбающаяся публика. За ними спускаются в стартовый городок начальные классы. И дошколятам и ученикам младших классов предстояло преодолеть всего 500 метров. Из-за большой численности юных спортсменов на старт они выходили небольшими группами по 15-20 человек. Так как не все уверенно стояли на лыжах, чтобы избежать травмирования, малыши бежали без палок. А на финише их встречали родители. Давайте, давайте, Даш, молодцы! На последних метрах полукилометровой дистанции ребят ждали подарки. Каждый из юных спортсменов получил сладкий приз за участие в лыжне России. Легко, конечно, но все-таки спалка немного легче. Тут очень классно, весело, прикольно. Мне тут очень понравилось. Мне очень понравилось свинишировать, получить шоколадку. Тут очень классно. Очень хорошо кататься на лыжах. Здесь очень весело, интересно, задорно. Мне очень понравилось. Мне понравилось. Тут что весело, тут можно кататься на лыжах. Эстафету от школьников приняли взрослые. Сразу после торжественного открытия состоялся ВИП-забег, а потом брендовый забег сотрудников предприятий Сарова. А старт лыжней России дали руководители города. Чем хорош этот праздник? В нем могут принять участие и пожилой, и молодой, и школьник, и пенсионер, и начинающий, и подготовленный профессионал. Главное – здоровье в здоровом теле, здоровый дух. С праздником всем! Лыжня России давно уже стала семейным праздником. Традиционно участники приходят на лыжную базу с детьми разного возраста. И каждый находит здесь занятие по душе. Прокатить огромный мяч между кеглями, добежать до финиша в огромных ботинках. Пока взрослые бежали свою дистанцию, ребятишки весело играли. Елена Гриско, Владимир Лисик, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров-24. На стадионе юниора прошли очередные автосоревнования. Спортсмены-любители соседались в умении управлять автомобилем, пущенным в занос. Я не упустил возможность отправиться на соревнования и узнать, в чем прелесть этого вида спорта. Для того, чтобы испытать, что такое настоящий зимний дрифт, необходимо просто сесть в машину, ну хотя бы на пассажирское сиденье, и прокатиться по трассе. Разгон, руль резко в стороны, и вот уже машина начинает делать дугу, плавно заходя в поворот. Рядом, повторяя движение, впереди идущей легковушки следует еще один автомобиль. Его задача не обогнать оппонента, он должен не отпустить соперника далеко от себя. По словам самих водителей, именно в этот момент в крови появляется адреналин. Очень приятное ощущение, ну и момент соревновательный, что ли, то есть соперничество. То есть мы же не в одно лицо едем, то есть здесь парные заезды, и еще это добавляет как бы адреналин, интерес. Для зимнего дрифта подходят только заднеприводные автомобили. Основную массу автопарка соревнований составляют давно снятые с производства пятерки, семерки, тройки и копейки. Как рассказал Роман, на данный момент он на своей «Японке», в турнирной таблице лишь второй. На первом месте водитель на старом советском ВАЗе. Зимой скорость меньше, но при этом, если допускаешь ошибку, то скорее всего она единственная, она же последняя для тебя в заезде. В Сарове около трех десятков спортсменов занимаются дрифтом. Каждый из них в этот спортивный клуб пришел из любви к автомобилям. Правда, чтобы стать полноправным участником всем соискателям, пришлось пройти простой и одновременно сложный отбор. Чтобы попасть в клуб, нужно написать заявление и пройти процедуру отобрения среди остальных членов клуба. Такую самозащищающуюся организацию мы выбрали. А еще иметь готовый к гонкам автомобиль и любить этот технический и местами опасный вид спорта. Несмотря на такую систему отбора членов клуба, с каждым соревнованием список участников неуклонно пополняется. А вместе с этим растет и число зрителей на трибунах. Кирилл Васинин, Владимир Лисик, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров, 24. Сборная по баскетболу из 12-й школы успешно отыграла на чемпионате школьной баскетбольной лиги КС Баскет. Результат внушительный. Парни заняли первое место. Как им это удалось и что ждет дальше, выясняла Екатерина Апенова. Каждую свободную минуту Иван Алиханов посвящает тренировкам. Баскетбол прочно вошел в его жизнь еще 10 лет назад. Начинал Иван в дюс шикар. С пятого класса стал играть за сборную своей родной 12-й школы. Недавно его команда начала одерживать серьезные победы. И, наконец, стала первой на региональном этапе лиги КС Баскет. Благодаря силе воли и упорству мы старались, мы работали над собой, много тренируемся. И мы были готовы к финальной игре. То есть мы ожидали, что будет тяжело, но были к этому готовы. Финальный поединок с баскетболистами из Павлова стал, по признанию ребят, невероятно трудным. Практически все время команды шли нога в ногу. Победу удалось вырвать только в овертайме. Что можно испытать, когда звучит финальная сирена, и ты понимаешь, что ты победил. Это, конечно же, огромные эмоции, это радость непередаваемая. То есть мы от радости чуть ли не, извините меня, не на потолок запрыгивали. Было очень приятно, что мы победили, потому что это вообще первый раз в истории, когда Саров проходит региональный этап. То есть ни одна школа этого до нас не делала. Возглавляет сборную 12-й школы Валерий Щеголихин. Он рассказал, что на региональный этап его команда ехала с настроем победить. Второе, тем более третье место, ребят не устраивало. То, что мы вышли и сказали, что нам надо выиграть, это потому что мы играем последний год. Дальше уже все разъедемся, больше не увидимся и решили выиграть. По итогам турнира Валерий Щеголихин отметили как лучшего игрока соревнований. Сам он со своей командой вскоре будет представлять Нижегородскую область на чемпионате Приволжского федерального округа. В случае победы ребята отправятся на финал Кэсбаскет в Самару. Екатерина Опенова, Владимир Лисик, служба новостей Саров, 24. Такой была эта спортивная неделя в Сарове, состоящая из побед и поражений, успехов и неудач. Хотите быть в курсе всех наших новостей? Первым узнавать самую актуальную информацию или быть героем наших сюжетов и программ? Подписывайтесь на наш канал в Ютубе и присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук, Инстаграм и Одноклассники. Всем побед! Пока! Субтитры подогнал «Симон»!